Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада нашей новой встрече, и мы с вами продолжаем разговор про продукцию для здоровья. И сегодня мы будем с вами говорить о продукции, которая помогает поддерживать наше здоровье в хорошем состоянии. И сразу хочу ответить на вопрос, который традиционно задают на всех эфирах, касаемых продукции для здоровья. Можно ли эту продукцию применять беременным, кормящим, а если у меня хронические заболевания и т.д. Я сразу оговариваю этот момент. Давайте будем помнить о том, что наша продукция была разработана для здоровых людей. И она не тестировалась на беременных, на кормящих, на маленьких детях. То есть традиционно у нас по применению, это с 14 лет, и если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, если вы беременны, кормящие, если у вас есть какие-то пищевые, аллергические реакции, то вы перед применением всегда советуетесь со своим лечащим врачом. Я надеюсь, что я этим закрою цепочку вопросов, которые обычно возникают в конце эфира. Итак, ну а мы возвращаемся к нашей продукции для здоровья. И первый продукт, про который я сегодня буду говорить, это конзин-Ку-10. Что это такое? Зачем он нам нужен? И, собственно, как мы его применяем, когда, как часто. Конзин-Ку-10 – это жирорастворимое вещество. Оно у нас находится в митохондрии клетки. Это как энергетическая база для клетки. И он отвечает за синтез энергии в организме. То есть есть у нас Ку-10, энергия есть. Нет Ку-10, энергии нет. Да, вот у нас наша баночка. Конзин-Ку-10 частично вырабатывается нашим организмом сам. Но для этого ему необходимы витамины группы В, витамин С, фолиевая кислота. И если у нас их не хватает в организме, то, соответственно, организм вырабатывает гораздо меньше, чем нам, скорее всего, нужно. Часть коэнзима поступает у нас с пищей. Конечно, в том случае, если мы питаемся сбалансированно, а не кушаем всякую бяку в фастфудах. Что же поможет из продуктов питания? Что нам поможет снизить дефицит коэнзима? Бобовые, шпинат, жирная морская рыба, курятина, мясо кролика. Небольшое количество есть в свежих фруктах, овощах. Но давайте будем разбираться, зачем он вообще, в принципе, нам нужен, этот самый коэнзим Ку-10. Он натуральный иммуномодулятор и антиоксидант. Он тормозит процесс старения нашего организма. То есть, в принципе, как раз весь процесс старения, если он начинается, к сожалению, иногда раньше, чем нам хочется, то, скорее всего, это связано именно с недостатком коэнзима Ку-10. И особенно это заметно становится после 40 лет, когда наш организм уже сам по себе вырабатывает коэнзима гораздо меньше. И что еще мы получаем, какую пользу мы получаем для нашего организма, если мы все-таки восполняем баланс коэнзима Ку-10 с помощью наших пищевых добавок? Мы можем решить проблему с высоким артериальным давлением. Конечно же, мы не решим эту проблему полностью, да, но улучшить наше состояние, конечно, значительно мы можем. Повышается эластичность сосудов, ускоряется восстановительный процесс после перенесенных каких-то хирургических мешательств. Мы можем предотвратить простудные вирусные заболевания, особенно это заметно в сезоны простуды. Синдром хронической усталости, да, мы все про него знаем. Есть для нас, для девочек, да, заметная польза. У нас повышается эластичность кожи, уменьшается глубина мимических морщин, и кожа выглядит более свежей, обновлённой и молодой. Кстати, есть ещё дополнительный бонус, да, от приёма коэнзима Ку-10. Исследования показали, что этот натуральный компонент способствует сжиганию подкожного жира и расщеплению липидов. Поэтому у нас с вами есть ещё дополнительный бонус для тех, кто на программе снижения веса. Возьмите себе на заметку. Мы можем применять коэнзим Ку-10 1-2 раза в день, во время или после еды. И курс приёма у нас не ограничен. То есть, в принципе, если вам уже немножечко за 40, то это то, что вы принимаете постоянно. Следующий наш продукт, про который я сегодня буду говорить, да, это наши витаминки, витамины лета. У нас солнышко всё ярче, несмотря на то, что уже август, и температура у нас всё выше. Да, это лето, и на самом деле не важно, где и как вы отдыхаете, на даче, или гуляете по городу, или вы поехали на юг. Солнышко у нас всё равно рядом с нами, никуда от него не деться. Но в наших силах помочь организму пережить период адаптации как можно легче. И всё, что для этого нужно, просто добавить организму нужные витамины, и тогда и загар ляжет красивее, и последствия яркого солнца будут легче переноситься. Вот наш помощник, это концентрат пищевой прессованной лета. Это натуральный комплекс на основе бета-каротина, витаминов А, С и Е. Он помогает подготовить кожу к загару и защищает её от воздействия агрессивных солнечных лучей. Давайте разбираться в составе. Что же у нас входит в состав? В состав у нас входит петрушка. И несмотря на то, что мы уже в предыдущих наших встречах достаточно много говорили про всевозможные полезные лекарственные травы и пищевые компоненты, но сегодня мы будем рассматривать их с точки зрения помощи нашей кожи при загаре и защите от солнышка. Так вот, петрушка полезна для ухода за кожей лица и шеи. Она обладает тонизирующим действием, омолаживающим эффектом. И, конечно же, это не все полезные свойства петрушки. У нас их достаточно много. Порошок моркови, который входит в состав и также витамин А, очищает организм от вредных отходов, от солей тяжелых металлов, уменьшает боль при ранах, при ожогах, при язвах и снижает риск развития онкологических заболеваний. Кроме этого, обладает еще заживляющим действием. Зеленый чай, входящий в состав, он тормозит старение, продлевает молодость, увеличивает срок жизни. И такой эффект от зеленого чая, конечно же, связан с входящими в его состав антиоксидантами. Витамин А замедляет процессы старения нашего организма, что выражается в улучшении состояния кожи, сохранении молодости в течение продолжительного времени. Аскорбиновая кислота, но мы все прекрасно знаем, что это хороший антиоксидант, и плюс к этому она ускоряет процесс ранозаживления и улучшает обменные процессы. Витамин Е или токоферол, он защищает нашу кожу как раз от вредных ультрафиолетовых излучений, а также улучшает транспортировку полезных веществ к тканям организма. Бета-каротин, который входит в состав, его основная функция – это антиоксидантная, защитная. Кроме этого, он используется при плохо заживляющих ожогах, ранах, то есть он обеспечивает здоровое состояние кожи, поддерживает и помогает коже восстанавливаться. Ну и, конечно, защищает от вредного воздействия облучения, от солнечной радиации, от загрязненной окружающей среды. И ликопин, который тоже входит в состав, это антиоксидант, который нам необходим для нашего организма. И его главный плюс именно в этом составе, в этом комплексе, он вступает в реакцию с ультрафиолетом, улучшает загар и сокращает риск возникновения солнечных ожогов. Вот такой вот есть шикарный помощник, поэтому лето у нас еще не кончилось, у нас еще целый месяц лета, и впереди еще у нас сентябрь. И в любом случае, если вы планируете отдых на юге, то позаботьтесь о себе и принимайте этот комплекс в течение всего лета и в течение всего отдыха, конечно же. Следующий наш помощник, и я от всей души советую вам его иметь постоянно и пользоваться им, это, конечно же, омега. Что это такое, зачем она нам нужна, что делает и как принимать? Итак, омега-3,6,9, а у нас именно в таком составе, это жирные кислоты, которые необходимы для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы и вообще всего организма в целом, а также для поддержания красоты, хорошего самочувствия, сохранения молодости. То есть фактически омега, она отвечает за состояние нашей кожи, волос, ногтей, сердечно-сосудистой системы, да, и в частности сосудов головного мозга. И помните, нам в детстве давали рыбий жир. Ну такое бы что-то не очень приятное, с не очень приятным запахом, с таким же не совсем приятным вкусом. Но, тем не менее, это полезно, нужно. И сейчас времена изменили, тот самый не сильно приятный рыбий жир в сочетании с другими еще маслами, засунули в капсулы, и вот теперь это все мы можем принимать с наименьшими, скажем так, отрицательными эффектами для себя. Но давайте разбираться, что такое омега-3, что такое омега-6, что такое омега-9, зачем они нам нужны. Ну, то, что это незаменимые жирные кислоты, я уже сказала. Главное то, что наш организм их самостоятельно не вырабатывает. То есть мы их можем получить только извне, только с продуктами питания. Поэтому, как я говорила всегда и буду говорить, если вы не едите жирную рыбу 2-3 раза в неделю, то омега в комплексе – это то, что должно быть у вас всегда, то, что вы добавляете в свою жизнь и оставляете в ней навсегда. Зачем? Ну, поехали разбираться. Омега-3 принимает участие в различных процессах в организме, и основные эффекты от омеги-3 у нас какие? Это ускорение обменных процессов, улучшение иммунитета, положительное влияние на работу мозга, улучшение связи и ускорение передачи сигналов между нервными клетками, улучшение рефлексов, улучшение выносливости и улучшение состояния кожи, снижение риска инсвартов и инсультов, снижение всасывания углеводов в кишечнике, кстати, обратите внимание на это, и улучшение состояния кожи, в частности, снижение вязкости кожи. Омега-6, под ее воздействием улучшается мозговая деятельность, укрепляется иммунитет, уменьшается количество холестерина, вредного в организме, быстрее выводятся всевозможные токсические вещества, мы прекрасно понимаем, в каком мире мы живем и чем мы дышим. Кроме этого, улучшается работа сердца, восстанавливается костная ткань и замедляются возрастные изменения наши. Омега-9 полезна для нас тем, что она служит профилактике инфарктов, инсультов, регулирует уровень холестерина в крови, регулирует углеводный обмен. Кстати, тоже очень интересно, когда готовишься к выступлению, тоже узнаешь много нового интересного. Так вот, я узнала, что омега-9 предотвращает депрессивные состояния, обратите внимание, и улучшает память. Кроме этого, обладает выраженным противовоспалительным действием, защищает кожу, защищает слизистые, действует благотворно на иммунную систему в организме в целом и сокращает риски рака, особенно молочной железы у женщин. Пить омегу или нет, конечно же, вы каждый решаете для себя сами. Но вот в моем рационе омега есть всегда, тем более, что, спасибо, Фаберлик, она у нас есть в нашем ассортименте, так сказать. Ну а теперь конкретно про комплексы, про то, что входит в состав, собственно, из чего берутся эти самые омеги, омега-3, 6, 9. Льняное масло у нас входит в состав нашей смеси. Оно применяется при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, для профилактики заболеваний кишечника, желудка, щитовидной железы, сахарного диабета. Тот самый рыбий жир, который входит, конечно же, в состав и нашей маслорастительной смеси, восстанавливает жизненную энергию, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Масло семян амаранта, которое входит в состав, это источник скволена, который способствует укреплению иммунитета и насыщает ткани организма кислородом. И масло семян тыквы, это богатейший источник цинка, он укрепляет стенки кровеносных сосудов и повышает их эластичность. Как будем принимать омегу? По одной-две капсулы, один-два раза в день, во время или после еды. Нет курса. Точно так же, как и коэнзин Q10, омега-3,6,9, это то, что входит в наш рацион и остается в нем навсегда. Следующий комплекс, про который мы с вами будем говорить, это комплекс концентрат пищевой ностресс. Это комплекс биологически активных веществ, которые направлены на конкретную работу со стрессом, то есть оно является успокаивающим и антистрессовым действием. И у нас в составе есть комбинация из следующих компонентов. Это 5-гидрокситриптофан, он способствует выработке бета-серотонина, который очень важную роль играет в организме. Его еще называют биодобавкой оптимиста, потому что недостаток серотонина пагубно влияет на сон, настроение и приводит к расстройству аппетита. Кстати, именно из-за этого может возникать желание заесть стресс. Вы знаете, что есть такая распространенная проблема. Одна из причин лишнего веса – это то, что мы пытаемся стресс заесть. Так вот, 5-гидрокситриптофан, он как раз используется для того, чтобы улучшить это наше состояние и снять именно это желание заедать стресс. Глицин, который входит в состав, он необходим для нормальных обменных процессов в центральной нервной системе и, в частности, в головном мозге. Что делает глицин? Он уменьшает психоэмоциональное напряжение, снимает агрессивность, конфликтность, повышает социальную адаптацию, улучшает настроение, облегчает засыпание, нормализует наш сон, уменьшает вегетососудистые всевозможные расстройства, при этом повышает умственную работоспособность. И есть еще один его плюс – он уменьшает токсическое действие алкоголя и других лекарственных средств. Поэтому я советую принимать и глицин отдельно и в нашем комплексе, в частности. Магний, который входит в состав, ну не знаю, мне кажется, такое количество рекламы про магний сейчас идет по телевизору, про то, что его нужно при стрессах, когда мы нервничаем. Да, но вообще, конечно, магний известен как один из самых, наверное, основных противострессовых биоэлементов, который способен создавать положительный эмоциональный настрой. И, кстати, научно установлено, что магний – это один из самых-самых важных элементов для нашего сердца, для работы нашего сердца. Более 300 различных ферментов в нашем организме зависят от магния. Поэтому, конечно, недостаток магния в организме, ну, в общем, достаточно критично сказывается на нашем здоровье. Итак, для чего же еще нам нужен магний? Он поддержит нормальное функционирование иммунной системы, нормализует кровяное давление, стабилизирует сердечный ритм, регулирует деятельность нервной системы, принимает участие в регулировании глюкозы, уровня глюкозы в крови, способствует нормальному росту и развитию костной системы. Но и для того, чтобы наш организм мог усваивать свой главный строительный элемент – это кальций в строительстве костей, да, магний просто необходим. Что еще он делает? Он участвует в синтезе белка, что также активизирует обменные процессы, но и оказывает расслабляющее и расширяющее воздействие на сосуды дыхательной системы. Вот такой чудо-элемент. Также в состав у нас входит трава мелиссы. А мы все прекрасно знаем уже из предыдущих наших встреч, что мелисса, она обладает успокаивающим действием. И прежде всего, конечно, ее используют как успокоительное средство. И чаи, и настои с мелиссы. Кстати, помните, да, мелисса входит у нас еще в состав нашего чая «Спокойной ночи». И мелису рекомендуют принимать при неврозах, при депрессии, при бессоннице, при аллергических реакциях, которые имеют чаще вот именно психосоматические такие вот причины. Что еще у нас есть в составе? У нас входит в состав витамины В3 и В6. И они крайне необходимы для противостояния эмоциональному и физическому стрессу. И в составе у нас еще есть пассифлора, который также известен как мягкое седативное средство. И относится к травам, которые очень хорошо снимают тревогу, беспокойство. При этом ее действие на наш организм очень-очень мягкое и не оказывает никаких побочных эффектов. Как мы будем принимать? По две дрожжи в день, запивая водой. Здесь уже смотрите, то есть можно, например, по одной утром, по одной вечером. Все зависит от того, какую проблему вам на данный момент нужно решить. То есть вы не можете заснуть из-за стресса, тогда, конечно же, мы сделаем акцент на то, чтобы принимать вечером. Если вы в течение дня получаете стресс, то, может быть, есть смысл принять утром. То есть, в принципе, так же, как я всегда говорила про программу снижения веса, про линейку СЛИМ, про линейку Фитополис. То есть фактически все наши средства, они как конструкторы. И есть общие рекомендации, но тем не менее, этот конструктор вы подбираете и собираете для себя сами в том варианте, который нужен именно вам. Следующий наш препарат, следующий наш продукт, про который я буду говорить, это желе дрожжевательное, ньютоник. Это современный функциональный продукт питания, который помогает нам переносить повышенные нагрузки на наш головной мозг, помогает быстро восстанавливаться после серьезных сильных нагрузок умственных и для улучшения мозгового кровообращения, для улучшения памяти, для улучшения внимания. И давайте разбираться, что у нас входит в состав. В первую очередь, конечно же, это глицин. Да, вот она наша упаковочка ньютоника, заряд интеллекта. Глицин вообще еще называют кормом для мозга. И пожилые люди, им рекомендуют его принимать постоянно для поддержания сосудов головного мозга в рабочем состоянии, студентам во время сессии. Но, тем не менее, про глицин мы с вами уже чуть раньше поговорили. Что еще у нас сходит в состав? У нас достаточно широкий объемный комплекс витаминов группы В. Фолиевая кислота или витамин В9 крайне полезна для здоровья мозга и для сохранения его когнитивных функций. Причем фолиевая кислота на самом деле способствует решению многих проблем. И она нам необходима, ну, фактически вот с момента зачатия, да, и до самой-самой старости. Итак, что же делает фолиевая кислота? Она помогает подготовиться к зачатию, помогает родить здорового ребенка, улучшает память, замедляет процессы старения, помогает сгладить симптоматику климакса, помогает сгладить симптоматику токсикоза при беременности, помогает организму ребенка расти и развиваться. Кроме этого, снимает раздражительность, предотвращает образование тромбов, помогает избавиться от анемии и нормализует нашу психику. То есть вот такой вот классный ингредиент, входящий в состав нашего ньютоника. Витамин В1, он хорош для профилактики, именно работы, не работы, для профилактики, для нашей памяти, да, чтобы не было ухудшения памяти, для улучшения психического состояния нашего в целом. Кстати, тиамин, да, это еще второе название витамина В1, еще считается антистрессовым витамином. Для того, чтобы принимать быстрое решение, для того, чтобы находиться в хорошем расположении духа, это все нам помогает витамин В1. Витамин В6 или передоксин, это, наверное, самый известный витамин из группы В. Он улучшает деятельность нервной системы и умственную работоспособность. Витамин В12, он участвует в образовании ацетилхолина. Это необходимое вещество для памяти и для успешного обучения. Что еще? Витамин А и витамин С, они работают в этом комплексе, они работают совместно, улучшая и усиливая деятельность друг друга. И витамин А – это жирорастворимый витамин, антиоксидант, он необходим нам и для зрения, и для костей, и для здоровья кожи, и для работы иммунной системы. А совместно с витамином С они создают такую вот ударную группу антиоксидантов, которые защищают именно мозг от окислительного стресса и от дегенерации, связанной именно с возрастными изменениями. И янтарная кислота, которая входит в состав этого комплекса, способствует выработке в организме человека основных аминокислот, необходимых для работы нашего мозга, и улучшает снабжение мозга кислородом. Кстати, янтарная кислота, да, она на самом деле необходима организму, человеку, так как она принимает участие в кислородном дыхании, обезвреживает свободные радикалы и является восстановителем энергетических запасов. Кстати, спортсмены и перед какими-то серьезными соревнованиями, и также студенты перед какими-то экзаменами или серьезными подготовками к экзамену, они принимают янтарную кислоту именно за счет того, что она помогает быстро восстанавливаться. Кроме этого, янтарная кислота нейтрализует всевозможные яды, поступающие в организм, и обладает еще антирадиационными свойствами. Каким образом мы принимаем ньютоник? В качестве профилактики по одному драже один-два раза в день. Если у нас идет какой-то мозговой штурм, если у нас идет более серьезная нагрузка на наш мозг, то, конечно, мы можем принимать и по две драже в день. Здесь уже смотрите, исходите из необходимой своей жизненной ситуации. И следующее, про что мы будем с вами говорить, будем говорить с вами про коллаген. Как вы думаете, зачем нашему организму нужен коллаген? Вообще, что это такое коллаген, и, собственно, что я про него говорю? Коллаген – это главный белок в соединительной ткани. Это вещество синтезируется нашим организмом и играет огромную роль. Мы обычно, знаете, особенно мы девочки, связываем коллаген с хорошим состоянием своей кожи, с упругостью, поэтому мы часто используем маски с коллагеном, сыворотки с коллагеном. Но давайте будем помнить о том, что коллаген у нас – это не только состояние кожи, но это и состояние наших внутренних органов, и это же, конечно же, состояние всех наших суставов. И если нашему организму не хватает коллагена, то, конечно же, будет страдать весь наш организм. Когда это происходит? Когда наш организм начинает меньше вырабатывать коллагена, соответственно, чем старше мы становимся, тем меньше коллагена вырабатывается нашим организмом. И восполнить эту потерю можно, кроме того, чтобы нанести крем для лица, в состав которого входит коллаген, мы можем восполнить недостаток, принимая коллаген внутрь, но только в одном виде, только в виде изолята, коллагена. Только в таком виде наш организм его полностью усваивает. И здесь еще важно понимать, что организм, то, что поступает на наш организм, организм распределяет сам в те места, где это нужнее, где это важнее. Кстати, если у вас есть какие-то проблемы с желудком или с кишечником, совсем не обязательно, что это связано с нарушением микрофлоры, например. Вполне возможно, это связано как раз с недостатком коллагена в вашем организме. Все проблемы с суставами, чаще всего это точно так же связано с недостатком коллагена в организме. И когда мы начинаем употреблять именно в виде изолята коллаген, наш организм начинает его направлять на те участки, где больше проблем. И так, для кого же и для чего будет полезна такая добавка? Конечно же, спортсменам. Потому что, когда идут серьезные нагрузки на мышцы, на суставы, коллаген – это то, что им необходимо. Если есть какие-то патологии суставов, да, обязательно. Но и вообще всем, кому за 30, а уж за 40 обязательно. И вы таким образом поможете вашему организму восстановиться и восполнить дефицит коллагена. Что дает нам препарат, в состав которого входит гидролизат коллагена? Он дает возможность предотвратить старческие переломы, повреждения в области шейки бедра. Он сделает нашу кожу более эластичной и гладкой, ускорит заживление всевозможных микротрещин, ранок, осветлит пигментные пятна, уберет серый налет, улучшит цвет лица. Кроме этого, он будет способствовать исчезновению мешков под глазами и следов опущения кожи век, и защитит нашу кожу от воздействия внешней среды, и плюс устранит мелкие морщинки. Вообще, это универсальная забота о состоянии всех органов и систем, основой которых является коллаген. Ну и, собственно, к чему я это все говорю, к чему я про коллаген. Как раз к тому, что у нас есть замечательный коллагеновый напиток, доброген-актив, он у нас есть, и используйте, пожалуйста, его. Как мы его будем применять? Если вы не спортсмен, если у вас нет серьезных заболеваний суставов, то по одной столовой ложке утром мы разводим в 100 мл негорячей жидкости. То есть это может быть вода, сок, кефир, молоко, неважно. И мы выпиваем этот напиток за 40 минут до завтрака. И ждем, куда же наш организм направит эту нашу помощь. А я вас уверяю, что помощь вы заметите по состоянию и вашей кожи, и вашего организма в целом. Следующий продукт, про который я тоже буду говорить, и который мне безумно нравится самой, и я вам всем советую обратить на него внимание, про что я говорю, конечно же, про десерт джеле гиполайт. И пусть вас не смущает само название десерт-желе, потому что это, наверное, какая-то вкусняшка просто, которую надо пить на десерт, и, собственно, ну зачем нам какой-то дополнительный десерт. На самом деле, это совершенно потрясающий продукт, и он предназначен для улучшения, нормализации работы желчного пузыря и для работы печени. Что он будет делать? Он помогает в профилактике аллергических заболеваний, дает нам мягкий желчегонный эффект и выводит токсины у нас из печени. Давайте будем разбирать, что же входит у нас в состав, за счет чего мы получаем такой потрясающий результат и шикарный эффект. У нас в состав входит мелиса. Мы про нее говорили, что она обладает успокаивающим действием, но кроме этого, мелиса еще улучшает процессы пищеварения. Она оказывает очень мягкий желчегонный эффект и способствует восстановлению флоры кишечника и секреции пищеварительных ферментов. Но, наверное, самый важный компонент, который входит в состав нашего десерт-желе, это семена расторопши. И для тех, у кого, кто сталкивался с проблемами с печенью, прекрасно вы знаете, что семена расторопши рекомендуются всем для восстановления печени, для очищения печени. И, конечно же, свойства этого растения, этого продукта известны еще с давних-давних времен. Что же она делает? Это наша расторопша. Очищает от шлаков, очищает от токсинов, нитратов, обогащает полезными веществами, укрепляет сосуды, регенерирует клетки печени, кроме этого, предотвращает процессы старения, нормализует желчеотделение, улучшает работу пищеварительной системы, обменные процессы, понижает в крови количество сахара. И, кроме этого, обладает еще и ранозаживляющими эффектами, и еще один классный побочный эффект способствует активной борьбе с лишним весом. Вот, знаете, за что ни возьмите, все так или иначе у нас помогает нам с ним справиться. Также в состав входят еще кукурузные рыльца, что такое кукурузные рыльца. Мы все представляем, что такое початок кукурузы. Вот она сама кукуруза желтенькая, вот ее листочки, и вот такая вот волосики, которые из нее вот так торчат, вот это как раз и есть кукурузные рыльца. И вот когда ее собирают, она чем-то напоминает паклю. Так вот, кукурузные рыльца – это тоже спасение для нашей печени. И ее применяют для терапии и панкреатита, и желчнокаменной болезни, и гепатита. Кукурузные рыльца обладают желчегонным свойством. И вообще, в принципе, помогают в комплексном лечении желудочно-кишечных всяких проблем. Что еще у нас входит в состав? У нас в состав входит еще календово лекарственное. Или ноготки, мы еще под таким названием знаем. И мы все прекрасно знаем, что календово чаще всего используют как противовоспалительное, ранозаживляющее средство, и как настойку принимают и внутрь, и снаружи. Но кроме этого, кроме того, что еще и является профилактикой гриппа, и простудных заболеваний, лекарственные средства из ноготков, из календулы остраняют воспаление и воспалительные заболевания слизистой оболочки и желудка, и нашего кишечника. И в состав еще входит у нас имбирь. Его вообще считают удивительным растением, которое обладает свойствами противоядия. И вот имбирь как раз он будет и помогать пищеварению, и укреплять иммунную систему, и будет уменьшать боль при всевозможных заболеваниях желудочно-кишечной нашей системы. Кроме этого, имбирь еще снимает спазмы, служит ветрогонным свойством, поможет при тошноте. Кстати, да, я уже говорила об этом на прошлой нашей встрече, что имбирь рекомендует женщинам во время беременности, когда возникает токсикоз, то есть он снимает вот это вот неприятное ощущение при токсикозе. Ну и кроме этого, еще способствует выделению желчи и помогает образованию желудочного сока. Каким образом мы будем применять наши десерт-желе? Здесь у нас в упаковочке маленькие такие пакетики, они уже готовы к применению. Здесь у нас, уже не помню, сколько в состав входит. и мы принимаем, то есть вот я бы советовала вот это десерт-желе принимать курсами хотя бы 2-3 раза в год. На курс у нас идет 2 упаковки, вот такие. Когда принимаем, идеальное время для приема утром это 10-11 часов утра, а вечером во время или после приема пищи. Если у нас есть какие-то аллергические реакции, причем связанные с кожными высыпаниями, то мы принимаем в течение 40 дней вечером. Если у вас случился праздник, если у вас сейчас лето, это обычно шашлыки, если вы где-то что-то переели, если вы съели какую-то вредность типа фастфуда, примите десерт-желе гиполайт после вот этого безобразия съеденного, и ваш организм гораздо быстрее и легче перенесет эту нагрузку, которую вы на него навалили. Следующий продукт, про который я буду сегодня вам говорить, наверное, один из самых любимых продуктов нашей компании. Конечно, аналоги есть, их можно найти в аптеке, но тем не менее, слава богу, что у нас есть они тоже. Я говорю, конечно же, про ножные пластыри Фаберлит Детекс. Можно картиночку, ага. Это совершенно потрясающее универсальное средство для очищения организма, для выведения из организма токсинов и шлаков. Что они делают? Улучшают обменные процессы, укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение, улучшают состояние кожи, улучшают состояние суставов, сосудов. И здесь на самом деле про пластыри, про эти я могу говорить вообще очень много и очень долго, потому что я их применяю периодически сама и искренне советую вам тоже их использовать. Итак, что же это такое, что с ними делать? Действие этих пластырей основано на древневосточном опыте рефлексотерапии и терапии целебными травами. То есть здесь в основе пластыря лежит входящий в его состав бамбуковый уксус, который в японском врачевании применяется уже много-много столетий. В упаковке пластыря 5 пар пластырей. Мы приклеиваем их на стопы. Причем будем помнить о том, что у нас на стопах это просто огромное количество всевозможных точек, связанные с нашими внутренними органами. И активируя эти точки, мы работаем непосредственно с органами, с органами и системами. И именно через эти точки у нас выходят всевозможные вредные токсины и вредные вещества. Итак, что же делает, какие задачи перед собой ставит этот пластырь? Это ликвидация токсинов, улучшение обменных процессов, стимуляция циркуляции крови, улучшение эпидермиса, регулировка всех органов и систем нашего организма, успокаивающее действие. И точно так же этот пластырь способствует уменьшению массы нашего тела, если она у нас лишняя. Советую использовать пластыри на ночь. То есть на каждой упаковке сбоку есть картиночка нашей ступни. И там коротко расписано, какие органы и системы вы задействуете, когда приклеиваете пластырь в конкретном месте. Я бы вам посоветовала для начала приклеивать пластырь на точки желудочно-кишечного тракта, на точки печени. То есть мы всегда, любое очищение, мы начинаем с очищения кишечника и печени, для того, чтобы дальше все это гораздо проще выходило. Я могу свои ощущения описать, когда я с таким небольшим скепсисом первый раз приклеивала эти пластыри. Я наклеила их на ночь. И когда я утром... То есть там вот такая вот маленькая подушечка беленькая, которая содержит в себе травы. Про состав мы чуть-чуть попозже еще поговорим. И утром, когда вы этот пластырь отклеиваете, у вас вот на этой белой подушечке ну, совершенно жуткое количество какой-то черной слизи. То есть это то, что вытягивается из вашего организма. Очень часто спрашивают, как долго надо использовать эти пластыри, есть ли на них какие-то курсы, ну, курс приема. Но вообще минимум две пачки вы используете. А вообще, как сказала одна из наших девушек, что есть такое мнение, что вот сколько вам лет, столько дней подряд вы приклеиваете эти пластыри. Причем вы их приклеиваете на стопы в разных местах. И орган считается отработанным, очищенным тогда, когда вы приклеили этот пластырь на ночь, сняли его утром, а он в таком же виде, как вы приклеили. То есть на нем нет никакой черноты. Тогда вы можете считать, что этот орган вы отработали, он у вас уже очищен. Причем я вам четко совершенно могу сказать, что вы заметите где-то на втором-третьем приклеивании пластыря уже, что у вас гораздо меньше болит спина, что у вас гораздо меньше хрустят ваши суставы в коленках. То есть вот при этом если есть какие-то серьезные проблемы у вас с организмом, то, конечно, можно использовать эти пластыри круглосуточно. То есть у меня, например, была проблема, у меня болела спина, и буквально за 2-3 применения пластыря у меня реально заметно меньше она стала болеть. Но я не буду говорить про цвет пластыря, который я отклеивала с утра. Итак, давайте разберемся традиционно уже, что же у нас там в составе. Постараюсь коротко. Итак, в состав входит, конечно же, бамбуковый уксус, который стимулирует выделение зловредных веществ из организма. Кроме этого, он способствует восстановлению, увлажнению кожи и стабилизирует функционирование наших внутренних органов. Японская мушмула. Это такой препарат, который насыщен витаминами А и С. И здесь очень-очень яркие антиоксидантные характеристики у него. Турмалин. Про турмалин тоже могу без остановки говорить. Постараюсь коротко. Это вулканическая порода. И его основной плюс турмалина в том, что он излучает инфракрасное излучение одной волны с человеческим телом. И, конечно же, он улучшает еще циркуляцию крови и ускоряет процесс вывода токсических веществ из организма. Гатуиния. Здесь это такое интересное вещество. Его основное действие в том, что он впитывает и выводит из нашего организма вредные соединения и способствует ускорению, улучшению обменных процессов и заживлению ран. Ну и аскорбиновая кислота, которая также входит в состав, мы все прекрасно знаем, что это антиоксидантные действия. И плюс способствует правильной деятельности костно- и соединительных тканей. Итак, немножко подытожу наши пластыри. То есть, минимальный курс это две упаковки. Но я вам советую на самом деле провести полностью такой вот хороший курс, хотя бы первоначальный, по очищению своего организма, переклеивая пластырь. То есть, допустим, вы клеите на середину стопы, там, где у нас находятся как раз это точки, которые отвечают за деятельность желудочно-кишечного тракта, печени. Вы приклеиваете, в первую очередь снимаете вот всю черноту оттуда. Когда у вас там пластырь уже переходит к нормальному, к белому состоянию, то дальше уже вы переклеиваете либо ниже, либо выше. Кстати, про головные боли. Вот за голову у нас отвечают кончики пальцев и тоже хорошее действие оказывает, то есть я, бывают у меня мигрени, и здесь, конечно, идет комплексный подход максимум, да, это и Денос очки, и Денос, и сам аппарат Денос, это и наш чай успокаивающий. И на кончике пальцев я на ночь приклеиваю пластырь. Не буду говорить, какого цвета снимаю пластырь, на самом деле так. Вот, то есть, имейте в виду, да, то есть вообще в интернете можно найти карту стопы, да, все точки, которые там находятся, отрабатывайте их, отработайте полностью обе стопы свои. Кстати, если есть заболевания суставов, есть боли в суставах, например, или в спине, то вы совершенно спокойно можете этот пластырь приклеить на ночь, на больное место. Он тоже будет оттягивать на себя. Вот, ну что, я рассказала вам сегодня все, что могла. И я перехожу к вопросам, которые мне дали. И несмотря на то, что я сделала небольшую ремарку перед нашим началом эфира, да, тем не менее, вопросы все равно возникают. Итак, какие из представленных вами продуктов можно давать детям? с 14 лет можно давать всем. До 14, либо вы консультируетесь с врачом, либо на свое усмотрение. То есть, я уже говорила, но проговорю еще раз, да, что наша продукция была разработана для здоровых людей, взрослых, здоровых людей. Поэтому, если есть дети, если беременные, если кормящие, если есть какие-то хронические заболевания, перед применением мы советуемся с врачом. То же самое про живицу. Проживицу я говорила раньше, слышала про живицу, что ее нельзя при онкологии. Консультируетесь с врачом. Омега-3, что входит в состав оболочки, именно оболочки? Ну, давайте посмотрим. Так, насколько я помню, там идут желатиновые капсулы, поэтому здесь ничего страшного, такого не должно быть. Добрый день, Омега идет очищенная. Естественно, а как она будет в грязном виде применяться? Ну, давайте логически размышлять. Хотела... Значит так, давайте так. По заболеваниям к врачу, по тому, что вернется или что добавится в наш ассортимент. Это вопросы в обратную связь, это не ко мне. Я знаю точно, что наша линейка для здоровья расширяется и будет расширяться, но вернется ли мастоп, будет ли больше травяных чаев, эти все вопросы не ко мне, а в обратную связь. Витамины пить курсами весна-лето или можно без перерыва? Какие витамины? Если мы говорим конкретно про комплекс лета, то его направленность идет на лето, и мы начинаем его принимать весной и принимаем, пока у нас активное солнце. Других витаминов я здесь не вижу. Про все остальное вроде бы как принимать я рассказала, то, что Q10 и Омегу-3,6,9 мы пьем просто всегда. Ньютоник, иностресс мы пьем тогда, когда есть в этом необходимость. Доброген-актив желательно после 30-40 лет пить всегда. Гиполайт мы пьем курсами хотя бы 2-3 раза в год. Других витаминов пока у нас нет. Можно ли гиполайт при камнях в желчном или при удаленном желчном пузыре? К лечащему врачу, пожалуйста. Какие продукты для здоровья принимать во время грудного вскармливания беременности? Ответила. Сколько упаковок к пластыре надо применять, чтобы почувствовать эффект? Я их применяла довольно долго, не поняла, не увидела никаких изменений. Все зависит от того, какие изменения вы хотите увидеть. Но, как я уже сказала, есть такая внутренняя рекомендация, что мы приклеиваем столько дней, сколько нам лет. И для визуального эффекта пока у вас пластырь не стал белым. То есть до тех пор, пока у вас выходит чернота, то есть у вас еще идет процесс восстановления нашего организма. Есть еще какие-то у нас вопросы? Если вопросов у нас нет, то на этом я наш эфир заканчиваю. Я надеюсь, что я смогла поделиться с вами какой-то новой интересной информацией. Как всегда, рада встрече с вами. И я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok